Господи Божий мой, на Тяуповах, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня, во вторник, за богослужением читается Евангелие от Матфея, глава 10, стихи с 16 по 22. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Отца Александра. Их даже предают вы, не пицитеся, како или что возглаголите, даст быся вам в той час, что возглаголите. Не вы бы будете глаголющие, но Дух Отца вашего глаголит вас. Предаст же брат брата на смерть, и отец чадо, и восстанут чадо на родителей, и убьют их. И будете ненавидимы всеми имени моего ради. Претерпевы же до конца, той спасен будет. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. «Сказал Господь своим ученикам, вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать, ибо вы не будете говорить, но дух отца вашего будет говорить вас. Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя мое. Претерпевший же до конца спасется». Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, содержат слова Спасителя, адресованные всем его верным последователям и предупреждающие о грядущих гонениях и опасностях. «Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас», указывает Спаситель. В Иерусалиме находился Синедрион, Верховный суд иудеев, но в каждом городе и в каждой деревне был свой местный Синедрион. В таких Синедрионах судили, а потом при синагогах побивали тех, кто публично исповедовал веру во Христа, которую иудеи считали ересью. Бичевания были в то время обычны у иудеев. Еврейский бич состоял первоначально из одной только плети. Тогда, согласно закону, давали 40 ударов без одного. Но впоследствии этот бич начали устраивать из трех плетей. Причем давали ей 13 ударов, так что как раз и выходило 39. А если нанести следующий удар, то это было уже нарушением закона, который запрещал наносить осужденному более 40 ударов. Святитель Иоанн Златоуст замечает. Опять он располагает их к бодрствованию, обрекая, и здесь их на злострадание, а злодействовать попуская другим. И это для того, дабы ты знал, что победа и славные трофеи даются претерпеванием бедствий. Далее Господь предупреждает. «И поведут вас к правителям и царям за меня для свидетельства перед ними и язычниками». Фраза о правителях и царях относится к разбирательствам в римских судах, таким как, например, суд над апостолом Павлом, о котором он пишет во втором послании к Тимофею. И действительно, христиане получали чудесную возможность проповедовать о Христе, когда они представали перед судом. Когда мы читаем о судах над мучениками, среди которых были многие людьми малообразованными и даже неграмотными, часто складывается впечатление, что перед судом стоят выдающиеся ораторы. Христианская вера внушала самым простым людям такой страх перед Богом, что они не испытывали страха перед людьми. И это мужество вызывало интерес к новой вере и привлекало новых последователей. Александр Павлович Лопухин пишет, «Под правителями и царями можно разуметь вообще каких бы то ни было лиц, которым иудеи или язычники по своей злобе могли повести проповедников. Страдания апостолов должны были служить свидетельством о Христе перед всеми людьми, перед которыми ученики будут страдать безразлично, перед иудеями или перед языческими правителями и царями. «Придаст же брат брата на смерть и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их». Гонениям, о которых говорит Спаситель, подверглись не только апостолы, но вообще все христиане. Однако, несмотря на свирепость этих гонений, проповедь апостолов проникала всюду, и в самом Риме было множество семей, некоторые члены которых были тайными христианами. Когда же христианская религия была объявлена вредной, а христиане, подлежащими истреблению, в таких смешанных в религиозном отношении семействах началась страшная вражда. Правительство требовало, чтобы на христиан доносили, чтобы их выдавали властям для казни, и тогда брат доносил на брата, отец на детей, дети на родителей. Ненависть и предательство господствовали, а любовь была забыта. Само слово «христианин» стало ненавистным для язычников. Завершает свою речь Господь такими словами. «Претерпевший же до конца спасется». Блаженный Иероним Стридонский так поясняет эти слова Господа. Действительно, добродетель состоит не в том, чтобы положить начало, а в том, чтобы дойти до совершенного конца. Таким образом, спаситель ободряет своих последователей мыслью о том, что через терпение в страданиях они сохранят себя для вечной жизни. И эти слова, дорогие братья и сестры, мы должны держать в своих сердцах. Поскольку они являются великим утешением для тех, кто не отступает от верности Господу, претерпевая страдания. Если мы подвергаемся тяжким испытаниям и страданиям в этой жизни, но смиренно и терпеливо несем свой крест за Христом, то этим спасаем свои души. Помогай нам в этом, Господь! Господи, Боже мой, на Тяу-Побах Спаси мя от всех гонящих мя, Избави мя!